Давайте определимся с терминами. Что такое курчавость персика? Понятно. А что такое курчак? Уже рассказывал я, что много сезонов водил в горах туристические группы. Плановые. Обычно на третий день тушенка народу надоедала. И тут же снаряжалась экспедиция на горное пастбище. Недалеко, как правило, от приюта это пастбище располагалось. И там баран приобретался за недорого. 10 советских рублей. И бутылка водки. Вот бутылка водки это обязательно. Как-то раз заметил я странное поведение... Так, сейчас солнце, чтобы нам не светило. Буду я когда так пятиться. Странное поведение баранов. Ну вот видите, это урожай персика раннего. И несколько баранов крутились на одном месте. Бессмысленно абсолютно. Я спросил чабана. Вот это персик средний. Смотрим урожай. Состояние листа. И персик очень поздний. Октябрьский, так называемый. А рядом с ним примастился супер ранний или сверх ранний майфлауэр. Майский цветок. И вишня анадольская. Смотрите, урожай какой. Чудесная вишня. Огромное дерево. Как и все деревья у меня. Посмотрите, они какие высокие. Все с урожаем. Только на сильнорослых подвоях, в условиях непрерывных засух, недостатка влаги, можно получать приличные урожаи. И вот смотрим кизил собственной селекции. Имя дал я ему. Почти вульгарное видим. И вот тут рядом еще один кизилок. У меня их очень много. Собственной селекции. Свободным опылением. И не стремлюсь я им давать имена, как некоторые. Ну, где-то тут урожай уже сигнальный есть. Ну, не будем отвлекаться. Есть урожай. Вишня. Прошу прощения. Слива. Очень хорошая слива. Называется Ренклот. Зеленый. Это сливы королевы Клот. Было видео у меня на эту тему. И так вот гуляя по саду. Вот видите, у персика обожженные кончики курчавости. Поговорим об этом позднее. Итак, о курчаке. Вертятся бараны. Уже я говорил. Спросил я у чабана. Что такое? Это курчак. И пояснил. Бараны... Вот ворное паспище вам. Не знаю, как отсвечивать. Нет. Бараны, пасясь, захватывают вместе с травой яйца ленточных червей. Затем эти яйца превращаются в личинки. Их там два вида. И из кишечного тракта попадают, врезаются в слизистую, попадают в кровь. И током крови разносятся. И почему-то они приживаются всегда только в черепе. В мозгу. Одним словом, черви в голове. И делаются безумными. Кружатся так вот. И делают безумные вещи. Точь-в-точь, как топовые сельхозблокеры. Их я разделяю на две категории. Вот перед вами совершенно бесполезное дерево в условиях средней полосы, даже юга. За исключением крайнего юга у морей может расти миндаль. Каждый год он обмерзает. Тут видно кончики и никакого урожая. Было несколько. По-моему, за два десятка лет. Итак. Две категории топовых сельхозблокеров. У первых есть в садах урожай. И нет курчавости. Но какой ценой это все добывается? Вот посмотрим мы еще яблоньку. Смотрите. Хорошо. Есть урожай. Дальше будем еще путешествовать по саду. Так какой ценой это все добывается? Купоросом. А купорос? Соль тяжелого металла. Пестицид. Это как раз тот случай, когда лекарство вреднее болезни. Имеет он свойство накапливаться в почве. Как правило, в садах чистый пар. В отличие от моего сада. Ну и об этом поговорим. И так вот. Ни травинки у сенсеев. Ни былинки. Ну, знамо дело. Им товар надо толкнуть любой ценой. Ваше здоровье. Да и, собственно, их интересует в последнюю очередь. Летом, в августе, в чистых междурядьях плюс 60, а то и плюс 70. Вот какие химреакции идут. И во что превращается этот пестицид, попадая в плоды. Вот цена. Другая категория. Да. Уже если говорить о первых, то у них черви в голове наживы. Как гроши получить? Любым путем. А у вторых, у вторых, и червей нету. Сплошная пустота. Вот, например, есть там безумное хозяйство. Потом есть, дай бог памяти, дачник. И еще целая куча профанов. На фоне полностью пораженного персика и пустого сада рассказывает, как они эту самую курчавость победю. Не имея никакого представления об этом. Но особо выдающийся деятель по фамилии, ну или псевдоним, я не знаю, Орех. Вообще, у него на канале ни одного полезного и правильного видео. Вот только за размножение орехов с сеянцами подлежит он замачиванию огурцами. Сами знаете где. Вот говорю это, имея опыт я огромный, 30-летний по выращиванию фундука. Излагает он глупость на глупости. Дурь несусветная. Обрезки там, химобработки бесконечные. И никаких урожаев. Вот обратите внимание, что он на канале показывает. Раз ты обрезал, покажи, что выросло. Ничего. Но парадокс. Миллионы баранов хлопают в ладоши. Страна дураков. Ну и остаются без урожая. Теперь о скоре. Малотоксичный препарат. Пчел не травмирует. Два главных момента. Препарат только от производителя. Должен быть. И сроки. Строго по инструкции. Вот чуть опоздал. Видите. Кончики прихватило. Может быть на один день. Кончики поражены. Ну это не страшно. 10-15% поражения. Это не влияет на урожай. Вот хочется спросить. Чего ты вылез? Когда уже поздно пить боржоми. Споры гриба. Поражают листья молодые. До шестидневного возраста. Сейчас уже бесполезно. При температуре плюс 20. Гриб не работает. До следующей весны. А урон дереву. Уже нанесен. Непоправимый. Дело идет к гибели. Его. Видно на видео. А вот обрезки. Это когда сумасшествие. И летние обрезки. И осенние. Это прямой персик. Это прямой путь к гибели. Невызревшие ветки попадают под мороз. Что у него собственно и случилось в этом году. Никогда урожая нет. То вымерло, то выприло. Но обрезает. Кроме того, на невызревших ветках гриб как раз и гнездица. Рассадник своего рода. Вот такие маэстры. Груши он там показывает. Что-то там на него налезло. Ну вот посмотрим мои груши. Вот это знаменитая Беребоск. Так называемая Бера. Вкус и аромат. Попробовал непревзойденный. Вот смотрите. Старушка. А урожаи каждый год. Ну а как же. Без нас тут не обходится. А вот еще груша. Это поздний Вильямс. Говорил я о грушевом конвейере. Вот урон от этих безумных обрезок, повторюсь. Неисчислимый. Вот посмотрите. Черешня. Никогда она не обрезалась. А урожай вот видно. И опять же вот их у меня две. Это среднего срока созревания. Вот они переопыляют друг друга. Ну сейчас мы так вывернемся, чтобы не светило солнце. И будем продолжать рассказ. Вот посмотрите. Заросли у меня какие. Ну а не потом. Вот в давние времена. Да. Вот такие, как говорится, маэстры. И правят бал на ютубе. Так вот в давние времена. Не знаю как сейчас. На бойню Баранов заводил козел. И шли они за ним как миленькие. Потом он в сторону. А Баранов под нож. Вот сейчас миллионы. Ну не буду повторяться. Кого? Слушают советы слабоумных идиотов. Вот эти советы лишают их урожая. А с ними денег. Которые надо тратить. Или там на покупку не выросших овощей и фруктов. Или там химикаты, которые ни черта не дают. Абсолютно. Ну и силы свои, жизненные. Кушайте, граждане, овощи и фрукты, сдобренные химикатами и дерьмом. Если после таких вот советов что-нибудь вырастет. И вот вкратце о своем саде. Урожай будущий виден, если не случится каких-то катаклизмов. Применяют только скор на персики. И отпугиватели, и настои трав на других культурах. Никаких удобрений. А трава, вот покос, сделаю после того, как закончится вегетация тюльпана. Вот они у меня здесь растут. Это целое поле тюльпанов. Видите, все места хватает. И тюльпанам, и крапиве. И затем вот это сено, в приствольные круги. И мульча, и удобрения. Никаких поливов. Так должно быть. И будьте умнее. Смотрите полезные видео. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии.